Всем привет, я главный мечтатель. Сегодня вторая часть про мою детскую мечту. Если не смотрели первую часть, то рекомендую вам посмотреть сначала ее. Остановились мы на моменте, когда я не смог купить билеты на матч Аргентина-Исландия. И моя поездка на чемпионат мира отменилась. Соответственно, моя детская мечта осталась мечтой. Хотя тут есть небольшая оговорка. Я в тот момент уже начал понемногу разбираться в мечтах и их исполнении. И некоторые мечты я записывал. И знаете, как я записал мечту попасть на матч Аргентина-Исландия? Я написал побывать на открытии арене в 2018 году. Я подразумевал, конечно же, матч Аргентина-Исландия на чемпионате мира. Но написал именно так. Как итог, в 2018 году я побывал на открытии арене. По воле случая мне дали путевку в Крым. В декабре у меня был отпуск и мы неделю были в Москве. Мы с ребенком сходили на экскурсию, которую организует футбольный клуб «Спартак Москва». Вот вам и сила мысли. А главное – правильная формулировка мечты. Вселенная не будет разбираться, правильно вы формируете мысль или нет. Как послали мысль в космос, так она и вернется. Именно так это работает. Поэтому я и говорю, только чистые мысли должны улетать. И только тогда чистое исполнение будет. Отправите во вселенную грязь, зависть и так далее, в обратку получите то же самое. Следующий крупный турнир – это был Евро 2020. И я твердо решил, что я поеду туда. Ведь были матчи, которые должны были пройти в Санкт-Петербурге. Все по старой схеме. В августе 2019 УЕФА выставляет билеты на продажу. Мы с моим другом, с тем же, с которым хотели поехать на чемпионат мира, он, к слову, побывал на чемпионате мира на других матчах. Он ярый фанат сборной Аргентины. И у него уже на руках были билеты, купленные ранее. Там, кстати, тоже была магия. Его жена, зная, как он любит футбол, решила подарить ему билеты. И купила их по методу слепой жеребьевки. То есть ты покупаешь билет, а после происходит жеребьевка самого Мундиале. И далее уже как повезет. Так вот, ему выпала его любимая сборная Аргентины. И он попал на матч Аргентина-Нигерия. Ну классно же. Видимо, он очень сильно посылал мысли в космос. Кстати, я подумываю сделать про это отдельный выпуск с его участием. В общем, подаем мы с ним заявки на матчи Россия-Бельгия и Россия-Финляндия. Как итог, мой друг смог купить два билета на матч Россия-Бельгия. Мне же достались три билета на матч Россия-Финляндия. Ну вот и все, птичка в клетке, я подумал тогда. В начале 2020 года я купил авиабилеты. Да, именно так. На Дальнем Востоке билеты необходимо покупать заранее. Иначе есть риски не улететь. Все, билеты на самолет на руках, билеты на матчи есть. Осталось только дождаться чемпионата Европы. И тут, в марте случается самоизоляция, отмена массовых мероприятий и многое другое. Кстати, я уже рассказывал, как одна моя мечта исполнилась благодаря этим обстоятельствам. Видео вы можете посмотреть здесь. В общем, Евро 2020 перенесли на год. И соответственно, исполнение моей мечты также откладывается. Но такова жизнь, подумал я. Я ждал этого 20 лет, подожду еще год. Позднее появилась возможность сдать билеты на матчи. Для тех, кто был уверен, что не сможет поехать на Евро через год. И тут мне пишет мой друг. Говорит, извиняй, но через год я поехать не смогу. Я сдаю билеты. Вот это поворот. Так я остаюсь без матча Россия-Бельгия. Тогда я подумал, ну ладно. Главное, я попаду на матч Россия-Финляндия. Если будет шанс, то позднее докуплю билет на второй матч. Все-таки попасть на два матча было бы супер-вариантом. Так в ожидании наступил 2021 год. И появились новые вводные. Матчи в Санкт-Петербурге смогут посетить только 50% от заполняемости стадиона. И 50% билетов будут аннулированы автоматически. Так как на тот момент все билеты на матчи сборной России в Санкт-Петербурге были распроданы. Людям начали поступать письма с отменой их билетов. Мне такого письма не было. И я уже подумал, что все хорошо. Но тут 20 мая, буквально за 20 дней до вылета в Санкт-Петербург, мне пришла отмена моих билетов. Это был шок. Но мы с женой решили, что все равно поедем в Питер и проведем там время. Сходим в фан-зону и так далее. И уже просто отпустили все эти моменты с матчами на стадионе. В этот момент некоторые страны отказались от проведения Евро. Таким образом в Санкт-Петербург перенесли еще часть матчей. И я понимал, что это шанс попасть на стадион. И вот 3 июня были выставлены билеты на те самые матчи. В те даты, которые я планировал провести в Санкт-Петербурге, мне подходил только один матч Польша-Словакия. Я купил два билета и на этот матч мы запланировали сходить с сыном. Приехав в Санкт-Петербург, меня не отпускала мысль. Как так? Я четко посылал мысли в космос. Матч Россия-Финляндия. И вот так я, находясь в Питере, не попаду на него, очень это, конечно, все странно. Думал, размышлял, что же я все-таки сделал не так, мечтая об этом. Но так и не смог прийти к ответу. И вы только представьте, 13 июня мне пришло письмо от УИФА, что в продаже появились билеты на матч для тех, кому аннулировали билеты ранее. Конечно же я купил два билета, чтобы сходить с сыном. Но в своих мечтах на этот матч мы шли всей семьей. Но билеты были очень дорогие. И даже обсуждению не подлежала покупка еще двух билетов по 125 евро. Дальше произошло самое невероятное событие этой детской мечты. В тот же день, 13 июня, я увидел, что матч ТВ разыгрывает два билета на матч Россия-Финляндия. Конечно же я принимаю участие, выполняю все условия. И понимая, что шансов немного, просто уже кайфую от того, что мы хотя бы с сыном побываем на этом матче. Вечером, зайдя в ВК, я не поверил своим глазам. Объявили победителя. И им оказался я. Сердце заколотилось с невероятной силой. Я несколько раз перечитал пост. Меня просто чуть не разорвало в тот момент от счастья. Даже сейчас говорю об этом и дыхание перехватывает. Как итог, 14 июня мы сходили вдвоем с ребенком на матч Польша-Словакия. Все было очень круто. Детская мечта исполнилась. Более того, со мной был мой ребенок, который уже тоже фанатеет футболом. Это был полный восторг. А 16 июня мы всей семьей сходили на матч Россия-Финляндия. Эмоции просто переполнили. Мечта исполнилась в том объеме, как и мечтал. Я посетил два матча. На один из них мы сходили всей семьей. Со стадиона все вышли в полном восторге. И даже сейчас, рассказывая всю эту историю исполнения этой мечты, я сам не могу поверить, что все это произошло со мной. Да еще и таким чудесным образом. Эта история лишний раз доказывает, что все мечты сбудутся, несмотря ни на что. Главное, мечтайте правильно и о правильном. Если это не исполняется, мечтайте сильнее. Надеюсь, вам понравилась эта история. С вами был главный мечтатель. Мечтайте и все ваши мечты исполнятся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok